Друзья, здравствуйте! Сегодня, во-первых, Аризонер или PlayFenix, IP, а также мой никнейм Данте Коннор, а также мой промокод NoToxic54, вся эта и другая дополнительная информация находится в описании данного видеоролика. Во-вторых, сегодня у нас Ярослав Брулёв. Всё дело в том, что если вы подписаны на мою страничку ВКонтакте, в Инстаграме, в Фейсбуке, в Твиттере, да вы можете знать, что Ярослав Брулёв, он всё уходит с Ютуба, на совсем, как лично я понимаю, хотя у него таких уходов было уже очень-очень много. Он уходит и, разумеется, поступает в Институт, что правильно, все GTA-самп-ютуберы, я могу к вам обратиться, поступайте в Институт, снимать GTA-самп буду только я, вот так могу сказать. И не только, и реакции на GTA-самп, и на всё прочее, хотя если вы уйдёте, то мне будет не на что снимать реакции. Однако ладно, потому что сегодня я хотел бы отдать такую, знаете, дань памяти данному человеку, потому что именно благодаря нему обо мне узнали абсолютно все GTA-самп-ютуберы, и, ну, человек замечательный. То есть, поэтому мне даже не стыдно посвятить ему видеоролик, при том, что просмотры у нас, примерно, знаете, на одном и том же уровне, при том, что у него там 140 тысяч подписчиков, а у меня, как бы, ну, 5 тысяч. А если этот видеоролик выйдет на канале Семён, то и того меньше. Поэтому давайте перейдём к видео. Давайте для начала разберёмся, какие видеоролики у Ярослава Брулёва набирали больше всего просмотров. Давайте посмотрим их. Купил донатерский аккаунт GTA-самп за 15 тысяч рублей. Здорово! Лежал, короче, в ванне и... А-а-а, что? Блей, вот сразу обман. Он говорит, лежал, а он сидит. О-о-о. Лежал я в ванне, флексил, празднул 80 тысяч на канале. Короче, был просто полный расколбас, как кто-то позвонил мне на телефон. Брой, я всё понимаю, но с прошлого ролика на канал подписалось полторы тысячи человек. Я так обрадовался, это же очень круто. Да, это круто, но ты говорил, за каждого подписчика добавляешь 10 рублей к аккаунту. Что? Да, и теперь ты должен купить аккаунт за 15 тысяч рублей. Да-да. У меня зачесался левый сосок. Полный флекс закончился, и я опять попал в какую-то жопу. Но надо было что-то делать. Я встал, вылез из ванны, вытер свою подмышку и пошёл делать дела. Итак, друзья, мы с вами перебираемся в ВКонтакте и продолжаем скупать аккаунты. Теперь мы покупаем за 15 тысяч. И я официально заявляю, что пока что это последние ролики, где я покупаю за такие бешеные суммы. Реально? Нет, типа, может, не за такие, может, ещё за какие-то суммы будут покупаться. Ребят, у меня не так много денег. Но вы не переживайте, если мы заберём 2500 лайков, то в следующем ролике я куплю 10 рандом аккаунтов. А, 10 аккаунтов? Рандом, рандом. Брат, ты же всё-таки, хотя какой ты брат, ладно. Мы проверим, что из этого выйдет. В этот раз мы будем покупать аккаунт вообще через ВКонтакт. Потому что на всех сайтах выставили просто, ну реально, десятки аккаунтов я видел уже. По 5, по 10, по 15 тысяч рублей. Ага, но ты их брать не будешь. То есть, как я понял, это мои зрители, которые хотят, чтобы я купил именно их аккаунт. Но я решил, раз так, то почему бы не ответить ребятам, которые мне предлагали ВКонтакте. И у нас появился Олег. А, Олег какой-то появился, да? Опа, он как раз нам сейчас ответил. Более-менее вроде бы отвечает, поэтому давайте пообщаемся с ним. Спросим, что же за аккаунт он хочет... Не, вот реально, вот знаете, вот эту вот всю тему, типа, можно купить через сайты, там, гарант, там, аккаунт, всё проверится. Не, нафиг всё это надо, это полное говно. Я куплю через ВКонтакте, где меня могут обмануть на 15 тысяч рублей. Вот это то самое, что нам нужно, да. Это нисколько не постановил, Ярослав, мы верим. И, возможно, именно он будет счастливчик, который... А может быть и не он, да. ...муй зритель и получит такие огромные деньги. Рассказывай про свой аккаунт. Вы не удивляйтесь, если замазаны все ватарки, потому что это такое нарушение правил. За это можно вообще страйк получить. Рисковать я не буду. Вдруг... За что страйк-то можно получить? Ребята, специально мне тут пишут. Ага. Так, аккаунт 16 уровня. Денег много, есть 4 кара. Окей. 16 уровень. Почему вы такие маленькие левела все? Давайте вообще поинтересуемся. Кто все-то? Ты хоть покажи какие-то ещё аккаунты. Почему он его продаёт? Много донатил в аккаунт. И чё? Деньги жалко. Вот, ребят, вы прежде чем донатить, вы думайте, потому что... Вот. Олешка много донатил в аккаунт, теперь ему стало денег жалко, решил его продать. Конечно, я сомневаюсь, что нам сейчас он ответит, что у него за тачки Потому что ребята, наверное, будут сссс, что я их возьму и забаню сейчас еще За продажу, вдруг тут это, знаете, у меня ролик Не про покупку, а про, наоборот, про баны аккаунтов Короче, и про что я вам говорил Вдруг ты пытаешься меня словить Не буду говорить точные автомобили, но есть вертолет и автомобиль за 70кк Плюс, нихера себе Мне кажется, это один из главных вопросов, что там вообще по деньгам Мы можем радоваться здесь то, что тачки есть А сейчас на счету будет ноль Больше 150 лямов Ну, 150 лямов И еще такие авто Если нам есть хотя бы 150 миллионов на Аризоне, если бы было хотя бы миллиард 200 миллионов плюс То это уже охрененно Потому что 150 это как бы неплохо Но, ребята, вы сами понимаете За такую сумму Аккаунт должен быть просто жирнейшим Единственное сомнительное, что он Переначально писал, что он 13 16 уровня Уровень реально маленький, ну окей Блин, даже не знаю Ну, кроме денег, есть многие плюшки Доната много, титан вип, окей Титан вип хотя бы есть, на прошлом аккаунте за 3,5 тысячи Рублей даже не было А тут за 15 есть, блин, вот это жесть, вот это да, конечно А, фулл скиллы за донат брал Многие плюшки, купленные за донат Короче, как я понял, это просто какой-то донатерский Аккаунт, Олег просто закидал в натуре Туда много денег и И хочет отбить, да? Блин, окей, так, что еще можно спросить? Так, что же можно спросить? На Вайнвуде, бизнес летел, гениально Гениальная идея, вроде мы тут обсуждаем Все это, у меня главный вопрос Как мы будем все это оплачивать? Вот реально, самый главный вопрос, как? Потому что я как бы не через сайт, не через какие-то конторы Я просто покупаю ВКонтакте И вот что самое странное Ну, первый, такую огромную сумму Я точно не буду кидать Короче, ладно, давайте уже напишем напрямую, не будем ломаться До сих пор не понимаю, вроде бы он как бы и знает меня Сколько твоих зрителей подписало? За столько и продам А, ясно, знает он, короче, меня Я только начал об этом говорить, сколько я твое видео видел Ясно, вот он, короче, и пришел и предлагает Вот он, все Ярослава Брулева знают, все видео видели Это вообще драма Значит, на момент прошлого ролика было 78 704 Сейчас у нас 80 400 почти 16 000 рублей Даже 17 почти Вот это да Короче, ребят, это около 15 000 И знаете, эта сумма просто бешеная Я бы никогда в жизни за такое, типа, не согласился бы, но... Я надеюсь, что он чек-то покажет, что все, типа, правильно было, да? Здесь у нас исключение Во-первых, я вам обещал А если я это не выполню Я уверен, что большинство меня начнут хейтить Потому что я... В смысле начнет хейтить, у тебя дебилы смотрят За базар не ответил Я там вас развел, либо еще что-то Да реально, на улице найдут, бить будут Что-то Ну ладно, отдам я это Это моя, ребята, зарплата, грубо говоря, с Аризоны За год То есть я, грубо говоря, какое-то время без зарплаты просто буду Ладно, сейчас будем добить эмоционально Эмоционально, морально Смотри, я блогер Снимаю видос, где должен купить аккаунт Ты видел мои ролики Мой канал, скорее всего Обманывать я уж точно не буду Мне репутация важнее Ой, вот знаете, вот эту вот репутацию Брулева, знаете, типа О-о-о-о, репутация Ярослава Брулева Ну да, ну да Ну знаете, вот эту вот, да, репутацию Ярослава Брулева Вон за 2021 год даже есть Вы прикиньте, а Вот эта вот репутация Ярослава Брулева Знаете, ну вот эта вот репутация Ярослава Брулева Ну вот это вот все, вот эта вот Репутация Ярослава Брулева Не, не будет он на 15 тысяч кидать Я вам говорю, даже вот на сколько тут Даже на 28 тысяч рублей кидать не будет Вообще, то есть человек чистейший Самый прям вот добрый, лучший Вообще никогда не обманывает Ему кредит без поручителей дают в Сбербанке Давай так, что давай так? Или он сейчас, ой, если он сейчас начнёт опять свои тут права качать? Ты кидашь, ой, не-не-не-не-не, какая она, не-не-не-не-не-не-не. Ребят, это было слишком легко. Это было слишком легко, типа, ой, ха. Ладно, так, давай тогда, давай, пароль, логин. Я проверю, ак. Если всё норм. То я тебе ничего не заплачу. Я, я скину. Тогда же если всё не норм, я всё равно ничего не заплачу. Тацка. 15 тысяч рублей. Мы тогда ждём сейчас от Олежки, чтобы он скинул данные от аккаунта. Зайдём на него и уже встретимся с вами в игре. И мы с вами на аккаунте. Из денег я только вижу, у нас на руках 7 лямов. И пока что чё-то это ни хрена не интересно. Уровень у нас и вправду 16, и ник у нас Кристофер Белл. Самое главное сейчас, это посмотреть в банкомат. Так, а какой пин-код? Я думаю, работает у всех. Да. Как обычно, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И самое главное. Сколько же сейчас денег у нас на счёт? Сколько же, сколько же, ну-ка. 330 миллионов. Это... 330 миллионов вирт. Нормально, я тебя. Окей, я пока что доволен аккаунтом. А машина-то где? Мы его и вправду купим. Так, смотрим дальше. Что у нас в инвентаре? У нас, у нас нихрена. Это, оп, это почему, а почему красный? Да ладно, айфон икс. Это донатерский, он покупает за 600 азекоинов. Жесть. Я вообще не понимаю, как им пользоваться. Звонить, что-то тут можно, это реклама. Ну, знаете, вот это вот обычный телефон на Аризоне РП, Брулёв не знаю, но никогда он телефоном на Аризоне не пользовался. Таймер, будильник. Ладно, вообще телефон для меня это бесполезная вещь, я вообще никогда не пользуюсь. Посмотрел в ММ, и я просто охренел, какие там тачки. Я вам сейчас их покажу, сначала мы доедем с вами до банка, а дальше уже просто вы охренеете. И пока мы едем, я напоминаю, что, ребят, даже если я и покупаю эти аккаунты, я просто их делаю, это для ролика. Да-да-да-да-да-да-да. Что по итогу-то произошло? Вот он тут деньги снимает, вот так, давай дальше. И стоит ли мне этому парню кидать 15 тысяч рублей? С другой стороны, вы же по-любому докопаетесь до меня, что я его обманул, поэтому давайте будем вывозить за базар, и сейчас напишем этому парню. Деньги кидаешь? Ну, блин, что поделать? Давай, ладно. Да. Рили? Да, Рили. Давай, кидите. Это, ребята, просто жопа. Это просто очко. И я сразу говорю, больше я такие суммы тратить никогда не буду. Но это был первый. Кстати, смотрите, какое у меня число. Счет на Киви 22222 рубля. Отлично. 15 тысяч рублей. Платеж проведен. Шири комиссию. На 15 тысяч рублей комиссия 150. Спасибо. А теперь, ребята, осталось ждать его реакции. Я сейчас его номер быстренько удалю, чтобы его не палить. Я не ожидал, что ты мне их кинешь. Спасибо тебе огромное. Я тебе еще на стриме часть могу задонить. Спасибо. Вот мы и обогатили немножко нашего подписчика. И немножечко. Реально, прикиньте, скинул. Ладно, давайте дальше пойдем посмотрим, что у него там есть. Мы видели самый популярный видеоролик Ярослава Брулева. И давайте же посмотрим, что он снимал буквально, ну, неделю назад. Может быть, там что-то интересное, крутое, классное. И вообще, то есть, потому что Ярослав Брулев, он уходит. Он не видит какого-то, такого, знаете, вот, фидбэка от аудитории. Вот у него вот конфликты, блин. Ну, мы это, ладно, смотрите, я это и так, по-моему, смотрел уже. А вот, давайте позвольте, что Ярослав Брулев снимал, ну, не так давно. Видос называется «Как взорвать заправку в GTA Сам». Ну, хоть бы какую-то, я не знаю, хоть что-то там, черточки бы какие-то вывел. Там крестики, нолики, плюсики. Ой, Ярослав Брулев шутит. Все уже пито, алкоголь, пух, сигареты, пух. Парень, посмотри на мою СТК. Не знаю, это какой-то, я не, это, это, людей, можно людей таким пытать. Я просто не знаю, для кого это, для чего это. Это только первый ролик, он три таких выпустил. Я не знаю, а как это комментировать вообще можно, это что-то вообще, я не знаю. Возможно, другие ролики будут получше. Ладно, давайте посмотрим, вот, как убить админа. Я осуждаю убийство, если что. Ну, вот, как убить админа. Давайте посмотрим, как же убить-то админа. Все-таки, ну, может быть, я что-то там не знаю, или еще что-то. Я как будто, я не знаю, в дом сумасшедших пополнить, знаешь, что... Субтитры сделал DimaTorzok И последний видеоролик из этого жанра. Давайте посмотрим сейчас, как выбраться из тюрьмы. Я его уже смотрел, могу сказать, что там прям вот... Что там, ну, вообще... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Под галлоперидолом вот это вот говно свое выливаешь Надеешься, что это что-то смешное Что это что-то интересное Чел Я не знаю Наркотики, вот, зло полное Можно понять по Брулеву Потому что, ну, скорее всего, он на что-то там жесткое сел Я не знаю, что он хотел этим донести Я не знаю, для кого это Если бы он такое сделал в 2009 году Или там в 2010 году Было бы нормально тогда, да Более-менее Кто-то бы еще что-то понял А тут, ну, то есть Ну, я не знаю, для кого это Для чего, зачем, что это Из этого можно подрезюмировать, что Брулев пришел на YouTube за циферками Ему несколько раз очень крупно повезло Вот, то есть 510 тысяч просмотров 335 тысяч просмотров и так далее И потом, ну, такого везения уже не было Он, видимо, впал в какую-то свою, там, я не знаю Депрессию, апатию, во все прочее И, в общем-то, вот в такое скатился во все Подписывайтесь на канал Семен Подписывайтесь на все прочие каналы На канал ZDS, на канал Еще, возможно, чего-то вот этого прочего Если вам все это понравилось То, вот, я, кстати, тут до 20 минут почти дотянул Если вам все это понравилось, то заходите Узнавайте, познавайте Arizona RoleplayFenix, IP в описании А также мой никнейм, а также все прочие вещи Но если это на канале Семен То ничего, скорее всего, тут не будет Всем спасибо за просмотр Всем пока и всем, ну, наверное, до свидания И еще раз пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok